Здравствуйте, это Елена. Последний ролик на тему. Мне задают много вопросов сейчас в личку. Два самых популярных. Кому идти? Если тебе нравится, где ты сейчас съест, зачем тебе куда-то идти? Я уже упоминала в одном из роликов, что я остаюсь с теми брокерами работать. Даже если мне не все нравится, от добра добра они ищут. Если у вас хорошие взаимоотношения с брокером, это то, что вам нужно. Потому что мы не можем контролировать FSM. Индустрия фьючерсов – это большой риск. Предполагается, что это спекулятивные деньги. Поэтому, если вам не позволяет ваш капитал рисковать, то не лезьте во фьючерсах, инвестируйте в бонды. Кстати, о Майрусе. Я сейчас хожу по всяким форумам английским, и там полный амок. Ищут брокеров, сравнивают своих, думают, куда перейти. И кто советует других брокеров, я вам давала два письма. Также приводят в пример, что мой брокер всегда на скайпе. Я с ним останусь. Мне он нравится. Вам Лана на скайпе уже два года сидит, и на все вопросы даже самые тупые с терпением отвечают. Здесь это редкость. Здесь надо звонить. Отвечают всегда быстро. На имейл отвечают быстро. На звонки отвечают быстро. А вам Лана на скайпе вообще в реальном времени отвечает. В данном случае здесь таких мало. Поэтому выбирайте себе брокера. Сами имейте свои мозги. Если вы не можете рисковать, то во фьючерсы не лезьте. Не тот бизнес. И еще про NFA. Про NFA. Почему они сами себя контролируют? NFA была создана добровольно. Сама индустрия решила саму себя контролировать и инспектировать. Поэтому в NFA сидят люди с фьючерсов. То, что эта система сейчас не работает и стала посмешищем, это уже другая история. И это тема текущего ролика. Я сюда вмещу все, что хотела сказать и не успела. Линк к одному из блогов, писатель которого находится практически в персональной вендеце против NFA. Она очень агрессивно ненавидит NFA. Это хеджер и хеджер физических комодов. 11 июля. PFG Best не первый раз случилось с NFA. Такой казус, что они пропустили такую легкую махинацию. Упоминается Sentinel Management Group, который до MF Global был самым большим банкротством, который больше всех украл денег с сегрегированных счетов. Пример полной некомпетентности NFA, который составил отчет на тему Sentinel, что их инспекторы нашли. Цитата. У Sentinel не было хорошей бухгалтерии учета. Также в этой бухгалтерии не было указано, где именно находятся счета. Как это так? Как это возможно? Что аудиторы, инспекторы NFA подписали свою инспекцию, когда они не смогли четко найти бухгалтерию и записи, и вообще счета клиентов во время инспекции. То же самое случилось с PFG Best. NFA просто-напросто халатно отнеслось к своей главной обязанности инспекции. Она считает, что это было намеренно. Они намеренно много не видели. Она знает одного из людей, у которого Sentinel стащил деньги. И когда этот человек попытался добиться правды от NFA, попросил объяснить NFA, как так NFA не уследило, что деньги были сворованы, как они вообще могли пропустить, упустить полмиллиарда долларов, ответ NFA был очень прост. Они вообще-то не очень понимали сложность документации и инвестиций, которые им показали. И поэтому они просто взяли и расписались на их инспекции, просто доверяя, что все будет в порядке, что все документы в порядке. Естественно, мы можем теперь все заключить, что может быть. Никто там действительно ни черта не понимал у Корзайна в МФ Глобал, что его документы были слишком сложные, и они поэтому не поняли и расписались, что там было хорошо, потому что правила, получается, у них такое. Если ты чего-то не понимаешь в документе, ты возьми просто и распишись. Особенно, если глава фирмы важный. И особенно, если глава фирмы завязан на политику и знает кого-то важного. Например, глава фирмы, как это было в МФ Глобал, например, бывший Голлман Сио, и очень близок к правящим мира всего. Итак, ее вывод, что NFA – это криминальная организация, это мафия, но она очень мощная. Иначе как они могли погрести и очень долго не говорить публике, не допускать слухов про Сентинелл? Сентинелл был провал, но мало кто знает, мало кто знает, что полмиллиарда долларов пропали. Об этом говорят, потому что случился FM Глобал и случился PFG Best, теперь я Сентинелл. Напоминают, а так все сразу идут на ревка. Сентинелл они погребли очень удачно. Напоминание, что когда Сентинелл случился, в 2007 году полмиллиарда доллара было очень большое количество денег. Это была рекордная потеря. Я ставлю ставку, что очень многие из вас вообще не слышали об этом банкротстве, об этой компании. Вывод, NFA должно быть закрыто, распущено. Верхушка должна быть судима и расследована, потому что эти люди знали, что делали, уничтожая счета клиентов. Так, следующий пост отсюда, который тоже очень хороший. За день до этого у меня есть информация для всех, кто хочет судить NFA. National Futures Association должна быть судима и засудима на веки от имени всех клиентов PFG Best, так же, как должны быть судимы очень много работников NFA персонально. Теперь внимание, почему у нее вендетта? В 2010 году у меня была инспекция NFA, которая случается обычно каждые два года для независимых Introducing Brokers. NFA старалась мне доказать, что брокер, который делает commercial hedge, не может сделать один round-turn клиента. Короче, это те, которые хеджеровской активностью занимаются. Как мы знаем, не все спекулянты, есть хеджеры чистой воды. Это абсолютно другая активность и абсолютно другая инспекция должна быть для хеджеров. Я не шучу. Они действительно пытались мне доказать, что я как хеджер не могу хеджировать. Они мне пытались аргументировать настолько тупо, что это противозаконно для брокера хеджеров делать то, что они делали спокон веков. Любой выпускник школы может прочитать в любом манускрипте перед тем, как сдают экзамен на брокера фьючерсов. Я не могу это придумать нарочно. У меня все их невероятно тупые письма сохранены. Я могу доказать это документами. Ну вот, что я хочу сказать. Я хочу, чтобы все клиенты PFG Best послушали очень внимательно. Или они должны связаться со своими адвокатами и сказать им то, что я хочу здесь сказать. Тот же самый старший compliance manager, который подписал документы PFG Best и который на NFA веб-сайте обозначен как директор аудитов и директор инспекции или investigation расследований и директор Forex compliance. Все один и тот же человек. Лорин Бринати это та же самая женщина, с которой мой адвокат имеет дело уже два года. Теперь пристегните ремни, чтоб не упали с табуретки. Один из моих адвокатов в фирме Chicago был так же взбешен, как и я, по простой причине, что NFA показала свою непроходимую дремучесть и тупость в активности хеджеров, что он взял и позвонил Лорин Бринати, чтобы обсудить позицию NFA на эту тему. Лорин Бринати сказала, что она не может дискутировать на эту тему с моим адвокатом, потому что, цитата, «Я вообще-то не понимаю всей этой кухни. Я просто подписываю все, что мне кладут на стол». Лорин Бринати сказала моему адвокату слово в слово именно так в июне 2010 года. Эта женщина, директор аудитов и расследований, и она открыто сказала, что она не только не понимает ни черта во фьючерсах и опционах, но она также признала, что она очень свободна, практически как робот, подписывает абсолютно все, что ей кладут на стол. Итак, заключение. NFA несет ответственность за инспекцию PFG-BEST по простой причине, что PFG-BEST является «non-clearing FSM». директор отдела инспекции и расследований NFA Лорин Бринати признала абсолютно спокойно моему адвокату, что у нее нет даже самого эрудиментарного понятия, что такое наша индустрия. Она не может обсуждать даже самые простые концепции, и она подписывает абсолютно все, что кладут ей на стол. Все, кто интересуется, присоединится к моей попытке судить NFA и персонально Лорин Бринати, пожалуйста, скажите вашему адвокату, чтобы он связался с моим. Я продолжу про Forex, потому что постоянно спрашивают «Forex». Последний пост 13 июля в пятницу написал ей человек, письмо которого она ставит здесь. Итак, один человек, который профессиональный Forex трейдер, хочет с ней объединиться, судить NFA. Она пишет, что наконец-то, кажется, людей достала, и наконец-то, кажется, есть достаточно людей присоединиться к ней против NFA. Письмо, которое она получила от Forex трейдера, и она его проверила, и он реальный трейдер. Он говорит о своем опыте с NFA, особенно о опыте с Лорин Бринати, и который, в общем-то, подтверждает все, что она думает о ней и об организации. Этот человек готов говорить с Прессой, с Семьи, поэтому любой репортер, который готов написать статью, свяжитесь со мной, и я вас свяжу с этим профессионалом Forex. Итак, письмо. Привет, Эн. Прочитала я твой пост про Лорин Бринати, и мне надо с тобой поделиться моим персональным опытом с ней. С NFA из CFTC. Это очень длинная история, но я постараюсь быть кратким. И если ты хочешь узнать всю сагу, я тебя распишу. Я Forex трейдер с 2000 года, когда вышел Farm Bill, который сказал, что Retail Forex должен регулироваться CFTC и, следовательно, NFA, я был Referring Broker для организации FXCM Forex Brokerage. Проблема номер один. С какой стати Retail Forex куда-то воткнули на задворке Farm Bill'а? Это был способ провести через конгресс этот биль, потому что ни один из членов конгресса нифига не понимал, что этот биль значит. Его просто протащили на тупости конгрессменов, потому что никто из них не понимает ни индустрии, ни намерений сторон. Большинство говорит, что это была просто личная вендетта одного из конгрессменов, у которого один из друзей потерял кучу денег, поэтому он решил провести этот биль через конгресс. Все остальные не поняли и подписали. Проблема номер два. Я думаю, форексные люди меня понимают, о чем я говорю. Все знают хоть что-то о Retail Forex и понимают, что Retail Forex намного ближе к акциям, трейдинг-акциям, чем к фьючерсам. И, следовательно, мы должны были попасть под регуляторов и инспекторов SEC, а не CFTS. Но так как идиоты в конгрессе думали, что Forex фьючерс контракты это абсолютно то же самое, что фьючерс контракты, то они просто автоматически, не задумываясь, приключили нас к CFTS и к фьючерсам, а не к SEC, что акции. В любом случае CFTS и NFA были сильно злобны, когда им было сказано, что они должны завязаться, регулировать какой-то Retail Forex, потому что это не была та работа, которую они хотели. Первая задача была изучить индустрию, потому что им надо было создать какие-то правила, зарегулировать индустрию. Я связывался и CFTS, и NFA много-много раз в первые дни, недели, месяца после того, как вышел Farm Bill, потому что у меня есть сервис, у меня есть экспертиза, у меня есть опыт, и я мог бы им помочь в своей консультации во время их первых шагов в нашей области. Плюс я, естественно, знал больше Forex, чем любой фьючерсный дилер. Я знал о проблемах больше, чем любой фьючерсный дилер мог знать о наших проблемах. Им никогда ничего не нужно было от меня. Они меня полностью игнорировали, а потом они опубликовали результаты своего исследования. Я не мог поверить своим глазам. Это был самый верх тупизма, документ был невероятен. Они его заполнили фактами, которые были просто неправильные. У них была неправильная логика, логика была нелогична и абсурдна. Их выводы звучали так, что любой второклассник мог бы лучше написать выводы. И самое шокирующее для меня было то, что они поставили список экспертов индустрии, информацию от которых они использовали, чтобы составить свой документ. Они взяли информацию у 17 самых мерзких и самых преступных форекс брокеров. Удивительно, они никогда даже не попытались собрать информацию от настоящих трейдеров, настоящих брокеров. интересы которых они по идее должны защищать. Так что, если сказать обо всем коротко, что они сделали, они попытались сместить ритейл форекс в уже существующие рамки, которые есть для форекс фьючерс, вместо того, чтобы создать какие-то нормальные правила, которые имели хоть какой-то смысл для ритейл форекса. И все, что они сделали, все, что делали эти преступные брокеры, они взяли и сделали это правилом, потому что они у них и посоветовались. В данном случае это говорит только о том, что те брокеры, которые были преступниками, еще больше могли нагревать трейдерам, потому что то, что они делали вне закона, стало законом. После того, как я прочитал этот отчет и понял, в каком направлении они собирались идти со своими новыми правилами, я снова связался с CFTC и NFA и послал им очень длинную имейл, объясняя каждый пункт в деталях, что неправильно в их отчете, что исправить, как правильно сделать, чтобы защитить трейдеров и сделать нам всем более легкую жизнь во время трейдинга. Опять, им это тысячу лет не надо было. В одном телефонном звонке с нашей любимой Лорин Бренати я представился еще раз и попросил дать мне возможность объяснить, что значит их новые правила со стороны трейдеров и она буквально стала вопить на меня, говоря, кто ты такой? Почему ты думаешь, что ты знаешь больше, чем NFA? Это был абсолютно сумасшедший дом, абсолютно ненормально. А потом у них был период, когда публика могла комментировать перед тем, как новые правила были введены как в закон. Больше 9 тысяч комментариев публичных было поставлено. Я прочитал каждый из них. Из этих более 9 тысяч комментариев было, может быть, 25, которые поддерживали новые правила. Остальные были против. И все равно они провели эти правила абсолютно точно так же, как их написали в оригинале. У них была своя собственная цель. Им было абсолютно наплевать на людей, которые они должны были защищать. У меня нет никаких сомнений, что NFA скоррумпировано, CFTC, если они не напрямую скоррумпированы, но каким-то образом через заднюю дверь они разрешили NFA делать их фоне аудиты, они разрешили NFA делать их зверские набеги на нормальных брокеров, на нормальных CTA, на нормальных CPOs. У меня нет никаких сомнений, что NFA в партнерстве с большими брокерами Форекса разорить нафиг все маленькие компании, вывезли их из бизнеса. Это настолько очевидно, что это даже не смешно. Она защищает брокеров Форекса, которые обманывают и создают правила для трейдинга, которые делают более трудно для трейдеров управлять своими счетами и делать профит. И CFTC сделал все, чтобы это прошло в жизнь. Правда такова? Трейдеры в определенное время дня не имеют никакого способа защищать свои собственные счета. Это правило обошлось мне в 250 тысяч марджин кола. Я оставлю этот текст, читайте форексные трейдеры, чтобы вы поняли, о чем он говорит. Да, и также ты права, мисс Лорен, она нифига не знает ни о чем в области трейдинга форекса или фьючерсов или комодов. Так же, как и все ее коллеги в NFA, должна быть в тюрьме за фрауд, потому что именно так они и управляют своей организацией. Присоединяйся к себе, если ты предпримешь легальные действия. Итак, это был последний ролик на тему о суде кто. Слава Богу, что те хеджеры и трейдеры, которые давно знали, что NFA в общем-то не та организация, которая дружелюбна ко всем честным, маленьким, независимым брокерам. Это становится ясно всем. Правильно она делает, что постит каждый день. Это была Елена. Пока. Bye.